всем привет 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 кого не виделись с кем не виделись кого не видел вот давно опять же не выходил сейчас здравствуйте здравствуйте будут делать опять буду выходить периодически периодично теперь перископ в какую-то систему это надо все выводить потому что то выхожу то не выхожу а так вот ну всем привет очень приятно что вы отслеживаете выходите сразу просматривать чего там вы вышли чего делаем поделись некоторыми успехами в деятельности не только чуть заерошины оказывается добрый день рады слышать за именно сейчас в астане уже вот с прошлой недели тренинг прошел был дневный сейчас еще один будет суббота воскресенье в этот на этой неделе вот тренинг такой хороший был интересный команда пришла вся добрая не в этот раз хита прямо добрый доброта изнутри идет из всех почти практически всех кому-нибудь добрый вечер интересно можете потом посмотреть в инстаграме у меня команду прям очень добрые люди все записаны запоминайте их здравствуйте здравствуйте айнура подскажите пожалуйста обязательно выполнять все задания которые вы даете на тренинг вообще вообще обязательно конечно потому что есть момент такой что важно поддерживать то состояние в которую ну после тренинга попадаешь и для того чтобы не было вот этих откатов таких сильных то лучше это все сделать конечно проконтролировать я не могу и там заставить потому что это нужно вести человека тогда получается это и по времени затратное но и человек должен сам конечно это выполнять и для того чтобы как бы мы же из тела высвобождаем вот блоки эмоциональные там еще всякие штуки разные но и для того для того чтобы этого не всего не повторилось нужно в общем научиться прощать смысла нет постоянно это вытаскивать потому что это будет приходить обратно и вот для того что вот для того чтобы это не возвращалась лучше конечно делать эти задания все я знаю что есть задание просить денег у людей вот такое задание не смогу делать но пока не делайте вы с этим походите это же видите это вы сейчас не можете у меня были на тренинге или не были наверное не были спрашиваете поэтому когда на тренинг придете вам это не покажется таким сложным чем то это не ну это достаточно легко поэтому сделайте приходите нет не было приду обязательно вот приходите вот выходные будут чем приходите там эти задания там пар деньги не они знаете для того чтобы человек потом из состояния куража быстро входило это дает определенный такой настрой и и тогда легче из депрессии выскакивать выпрыгивать поэтому и те задания там допустим письма прощения будут аффирмации это все лучше делать и проговаривать можете с интернет его друга альтернет его чему деньгам обои красивые но это квартира да какая-то такая снялась обои интересные здесь у них пистолет даже он здесь какой-то висит вон вот и добрый вечер если вы поставите спину изменения будут видно сколиоз уйдет ну конечно будут изменения сразу там видно это даже не нужен рентген это прям так видно сколиоз смотрите сколиоз бывает нескольких там не то чтобы видов есть тяжелая форма есть попроще на вот легкая форма она уходит сразу ну то есть поставили и все и нету единственное что важно снять стресс чтобы опять вы не в него не входить вот и поэтому изменения будут на рентгене что делать если мама унижает мама будет унижать вам сколько лет от мамы 22 22 года вам уже пора от мамы уходить и не так сильно от нее зависит выходите замуж снимайте квартиру сами живите в общем как-то это все делайте чтобы от мамы лишнего не выслушивать потому что мама будет вас постоянно провоцировать вам важно выстроить свою жизнь маме важно научиться жить без вас и выстроить выстроить свою жизнь и тогда будет все хорошо а так маму просите письмо прощения тоже потом подпишите но она будет вас задирать пока вы от нее зависите или пока вы живете на ее территории в общем кто так так что уходите самостоятельно плавание независимого человека никто не может обидеть и поэтому живите сами стройте свою жизнь сами это один из аспектов таких самодостаточности как общаться с человеком которым испытываешь неприязнь приязнь не общайтесь она если прям вам вы вынуждены общаться значит вам надо его принять и вам письма прощения в помощь будете писать письма прощения человека простите и он вас уже то так раздражать не будет когда как раньше то что вы не принимаете в человеке вы не принимаете в себе когда вы планируете следующий тренинг кроме этих выходных сейчас даты пока не назначил чуть позже будут как можно попробовать неуверенность побороть спасибо большое в июле я пока не знаю сейчас хочу выходные делать себе и не знаю когда как выстроить себе график сейчас мы определимся с местом пребывания в общем отпуска куда поедем или что будем делать вообще едем куда-то или не едем вот и потом и дата на дата как принять так притянуть работу притянуть работу важно себя убедить что во первых ты этого достоин важно убедить что-то это так я просто имею ввиду вы еще раз будете здесь я здесь вообще я приезжаю раз в месяц я же говорю будет я просто ну и говорил приезжаю раз в месяц но я вот не знаю юль наверно июль пропущу или нет я пока не знаю но в августе в любом случае приеду еще август сентябрь и потом уже раз месяц буду приезжать в астану июль просто говорю планирую отпуск если получится то съезжу если не получится то приеду в астану пока как-то вот так вот так что приходите когда у вас будет время когда как общаться с ребенком если он вообще перестал слушать девочка 8 лет ничего не хочет делать 8 лет девочки 8 лет девочки нужен папа и через папку попробуйте пусть папа общается да вот про работу интересно то чтобы притянуть смотрите сейчас про работающих поговорим а про девочку восьмилетнюю вы ее в общем папа должен ее прям балл не то что баловать ее прям обнимать должен сожалению папа нет но поэтому она и этот и вас и не слушает она нужен тогда дедушка нужен дядя нужен тренер кто-то кто бы ей вот кому она могла бы доверять и кто бы с неба вот не то чтобы разговаривал кто бы ей прививал вот эти вот взаимоотношения между мужчиной и женщиной что она пока сейчас не понимает и это только начало то есть потом уже еще будет дальше хуже то есть там 13 14 15 лет переходном возрасте сейчас будет подбираться и вам надо будет что-то делать игнор полный нот и поэтому вот нужен и пример мужчины что ли такой вот поэтому посмотрите в дедушка дядя там кто-то должен быть все тренер в конце концов ну какой-то вот человек с авторитетом для нее как доверять себе недоверие себе недоверие миру это страхи здравствуйте спасибо пожалуйста теперь смотрите по поводу притягивания притянуть работу важно понять что ты этого достойно и тогда ты и притянешь если есть конкретная какая-то работа которую ты бы хотела ты ее должна сначала сформулировать да с чего ты хочешь и не просто в там типа я хочу работу а хочу работу там в конкретной компании тогда ты потом с собой работаешь и что-то как классно что тут можно задавать вопрос риза ответы пожалуйста визуализировать визуализировать да и потом важно чтобы еще были действия ты ты важно чтобы помимо визуализации ну во всяком случае как минимум написать резюме отправить по компании или отправлять в композиции как научиться не чувствовать постоянно себя обязанным перед родителем помогать им финансово это хороший вопрос что-то мы сейчас про родители опять уйдем да это же только твое чувство и они тебе его навязывают и навязывают очень сильно потому что они хотят ну это такая знаете им им вашего внимания любви не хватает и такой такой момент паразитирования за счет за твой счет если это ты им даешь деньги на для того чтобы просто поддержать как бы их уровень какой-то жизни определенный то это одно другое дело если они тебя прям там я не знаю разводят там тебя на квартиры на шубу на машины это тоже второй вопрос лишь бы тебя не пользовали вот 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 этот помогать родителям ничего такого нету как бы опасного или зазорного единственный есть момент у меня мама энергетический вампир баба энергетический вампир я же говорю вы вам ее надо просить и от нее съехать наверное это вами не выспрашивали мамы очень часто вампирят особенно мамы которых которые одиночки мамы которые мама одиночки не очень сильно вам перед потому что она посвящает всю свою жизнь тебе и потом она ждет от тебя обратки до и обратки нету она начинает себя как-то материально вытягивать энергетически себя снимать энергию и поэтому очень важно вот эти моменты отслеживать мама должна встроить свою жизнь сама почему в отношении с противоположным полом получается постоянно грабли простите за ненавязчивость вы не могли бы ответить на мой вопрос вы пожалуйста вопрос повторите потому что я уже отвечал на вопрос какой-то вы это наверно проработал неуверенность в себе неуверенность в себе это 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 не доверие миру богу людям вселенной и с этим важно эти как права честно говоря это такой длительный процесс вам надо просто научиться доверять и это в процессом внутренние из него вас никто не заставит есть конечно провокации такие которые ты сможешь эти вере есть такие веревочные тренинги не знаю кто слышал веревки не считаю себя красивой ну это принять себя важно еще в общем письма прощения пиши себе и родителям за то что тебя некрасивую сделали норы и родилы родили бога прощай за это и ты че ты через прощение ты сможешь потом принять себя ты примешь людей примешь себя и вот это вот не уйдет уйдет потом читай аффирмации аффирмации очень сильно помогают ты будешь себя прям переубеждать потому что окружающие говорят обратное ты сейчас хвастаешься или как нет тебе говорят ты красивый ты гашнет нет нет я не красивая я страшно или чё смотри просто бери вот то каждое слово которое ты говоришь программа на ближайшие 40 дней если ты себе говоришь что ты некрасивый или там жизнь говно 40 дней жизнь говно и на 20 тени ты говоришь я же говорила жизнь говно и еще 40 дней жизнь говно и поэтому из этого цикла очень сложно выйти и из этого вот эти программы деструктивные важно снимать а снимать их можно только замещением для того чтобы заместить плохую программу хорошая важно проговаривать аффирмации то есть это будет такой знаешь ты будешь себе наговаривать на свое ментальное поле положительную информацию и тогда это будет тебе в помощь и ты себя примешь такой там красивой яркой страстно любящий любимой женщины и и все и появится уверенность в себе появится си сила что програбли соль что тема меня програбли таким образом можно поменять почти все буду говорю да можно так поменять почти все програбли смотри те уроки которые ты не прошла в отношениях допустим ты вот вышла замуж живешь живешь потом раз чуть тебе не понравилось развелась потом опять же живешь живешь с другим уже парнем или там мужчины раз развелась и если парнем идентичным то такой же появляется какие тот который до этого значит и те уроки не приняла и тебе важно принять того мужчину таким какой он и есть и выбрать себе просто другого потому что ты его не принимаешь и так как такого же притягиваешь и эти грабли не закончатся пока ты не пройдешь уроки как принять его важно только пройти тебе важно принять так вот в людях то что ты притягиваешь вот как научиться действовать принимаю решение а потом откладываю долги ящик это лень это бывает лень и бывает нежелание жить потому что не хватает энергии вот это нежелание жить бывает сейчас очень много знаете мотивационных тренингов но они но не всем помогают потому что человека можно мотивировать того кто вот хочет жить если человек не хочет жить то для него в принципе и ну даже страх не мотивация его невозможно напугать потому что даже для него даже смерть в общем не мотив и поэтому очень сложно такого человека как бы сдвинуть если у тебя просто но депрессивное состояние и ты из него не можешь выскочить нужно либо дойти до крайнести то есть понять что если ты не сейчас ничего не будешь делать ты умрешь и и все тогда тебе важно что просто начать делать тогда ты из чувства самовыживание начнешь куда-то выдвигаться или приходи в общем блоки проработаем и будет у тебя шанс начать заново и появится идея буш делаю у меня такое состояние тяжелую выходит и пока вы будете в отпуске ваши помощники волнуто смогут пасать спина но я вы еще в алматы буду в общем приходи в алматы буду на следующей неделе и 30 смогу принять так вы про которые вы говорили вы еще раз повторите полностью потому что просмотрела я вот поэтому так ребенок все отрицает что не попроще все на зло делать сначала говорит нет а потом дум думать начну в общем с ребенком который делал все делает на зло все просто просто берете его и обнимаете и дарите ему своей любви и внимание потому что вы ему не уделяете внимание вот он у вас выпрашивает на и орет ему почему-то не хватает и очень важно его его убедить что его любят и вот вот это про то что нужно себя довести на и поэтому когда ты с избытками ему любви втюхаешь когда он один день его залюбили второй третий он понимает что это каждый день их постоянно то и он уже перестанет выпращивать внимание у тебя ты все просто любви больше любви а то что в депрессивное состояние себя загонять это конечно это тоже этот мозга и и для того чтобы из него выходить вот пожалуйста важно в общем еще раз говорю письмо прощения и аффирмации это то что благодарю пожалуйста это то что вы должны делать вы говорили что урок надо пройти принять или прожить как это сделать просто проходить проходишь широк и все чем молодой человек часто врет урок для то что когда урок пройден урок пройден тогда когда ты больше к нему не возвращаешься когда-то не на этом не циплешься когда-то между им не так обидел я там так на него обижена что он такую сволочь там это урок пройден тогда когда урок тебя не цепляет когда отношение то закончила и все они завершились все точка конец предложения тогда будете приходить другие мужчины если приходит те же мужчины знач внутреннее сопротивление еще осталось и вот эти это сопротивление его надо в общем выпускать и вытаскивать вот так здравствуйте учиться а маруси привет учитель прям вот выхожу так приятно много людей наверное час пик сейчас или чё 11 человек 12 я давно не выходил и приятно то что в общем люди интересуются почему молодой человек часто врет повторюсь почему молодой человек это ему в общем смотрите ответ тот же простой просто ему не хватает любви вот он наверное сегодня всех проработал про бралона поговорить не говори все соскучились видать и ему не хватает любви поэтому начинает завирать или он выпендривает почему смотрят те кто младше это вы про кого этого про мужчины про младше до младше когда появляется младший мужчина вам сам по самому сколько лет есть видите я не честно говорит 22 на вас младше честно говоря не знаю это то же самое не знаю почему смотрят младше вряд ли смогу на этот вопрос ответить потому что не 26 потому что бывает знаешь так вот бывает такой возраст когда вот уже так архетип матери зато честно а ну вот здорово архетип матери маруся подсказывает ты включила маму получается отрабатывать отрабатывать отношения как мама кочем как поменять как поменять отношения взрослеть надо по-моему не знаю маруся как победить архетип матери в общем-то их получается выпендриваются поэтому врет выпендривается поэтому а ну вот значит ему не хватает признания вот и врет начинает завирать 1 раз соврет потом из этого вранья выйти не может это заниженная самооценка и он хочет лет потому что хочет внимание ну не всегда вредка почему хочет внимание на в общем врут по-разному на самом деле и вот причины разные бывают и поэтому так а уйти в женской мама же учит жизни я лучше знаю как тебе жить а ну вот здорово маруся спасибо в общем учить мужчину не надо я так понимаю важно быть женщиной и доверять доверять мужчине туда он будет делать то как он хочет и будет лучше в общем я не учу ну учу если младший приходит значит учишь в общем давайте так смотрите как у тебя маруся как у тебя женская я бы вам сказал бы в женская как уходить только не здесь наверное приходите потом там вот поработаем пока покажу где чего в общем смотрите я пошла кушать маруся пока пока приятного аппетита в общем смотрите если вы про поработали приятного аппетита маруся придете приходите в общем там поработаем с телом посмотрим с тела все блоки уберем и потом будет проще включать женщину потому что очень многие сейчас женщины включили включают но играют на мужских энергиях это очень сильно мешает им быть собой вот по предназначению многие женщины запутались просто в энергетике потому что сейчас есть возможность зарабатывать самой сейчас есть возможность жить без мужчины сейчас есть возможность то есть есть много много ступени которые ты можешь делать сама и это появилось последние 50-70 лет возможно и поэтому вы еще не научились переключаться с мужских энергий на женскую и поэтому включаете мужика и ходите когда будете в москве москве я буду честно говоря я пока не знаю вообще планировал где-то может быть декабрь-ноябрь возможно пока не честно пока не знаю у меня сейчас много бытовых таких своих вещей которые надо закрыть как закрою смогу планировать и тогда скажу пока не могу сказать не знаю вообще москву люблю и вообще в россии очень сильно мне понравилось она и с вот этим масштабом что понятие разно разобраться что не так конечно можно приходите смотрите у меня индивидуальной консультации да там мало теории там только практика потому что мы проработаем с телом и тело ваше все будет показывать про вас рассказывать потому что тело и она не врет и все зажимы которые были в течение жизни мы будем снимать если вы не доверитесь и так то бывает просто несколько знаете вариантов в основном 80 процентов прорабатывать все сразу ну не все но в общем основное сразу все выходит 20 10 процентов где-то выходит ну так процентов 20-30 выйдет и 70 они потом в общем еще ходят там учиться чё-то и 10 процентов это те люди которые как отпустить идею фикс выйти замуж первую мысль с утра когда и как хорошо сейчас посмотрим как идею фикс опустить я вам скажу вы сделаете упражнение просто и потом в общем отпустить просите стоимость какого будет такой консультации вы мне лучше в личку напишите телефон вот в аккаунте есть просто не хочу озвучивать цены в ю тубе там все хорошо по той простой причине что цены минут как бы не то чтобы меняются я думаю что цены будут в общем раз в полтора в два года может вы раз в год будут будут расти поэтому не хочу что позвучилось и в сети это болталась информация может от мой таракан ну в общем как то так в личку напишите я вам отвечу по договоримся по времени если вас устроит придете все вот без лишнего хвостовца скажу что вот то что делаю я сейчас пока вот но вот в таком формате и так пока никто не работает и люди людей которых которыми я показываю честно говоря еще знаете вот так здесь вот вы слышали о борисе сони брить а борисе сони не слышал это то нет не слышал сейчас я забью машина в гугле есть посмотреть хоть фотографию такой целитель честно говоря я вот в это туда не влазью особо целитель не целитель потому что я себя совсем как ну как бы не позиционирует так его уже нет живых нет я его не знал борис он что-то он там он там выходит до практика очищения борис он про лучшую новую книги 2016 борис интернет-магазин лабиринт не грязь колдова человек и знает порчи честно говоря его спасибо что вы на него на этот я посмотрю чем дело потому что все равно интересно и в общем то что делаю с телом я сейчас это есть отчасти начал еще раз и это психолог американский по-моему у него там вот ну телесные зажимы в общем и и откровенно говоря я оттуда в общем пошел но сейчас я понимаю то что если вы посмотрите его работы как он у него очень пока много было не того что он не осознавал сейчас с его женой ларисой бунина сейчас занимаюсь а ну хорошо и чем меня это все удивило эта работа тем что эффективность высокая то есть если это прорабатывать все просто на уровне энергии то чувствуют процентов 70 людей может быть если не 50 и конкретные результаты ощущают процентов 20 то есть из 10 человек двое уходят довольны если прорабатывать только через тело то в общем такого вот такого резкого быстрого результата нет если совместить энергии тела и немного там терапии там там психологии немножко если там чуть поговорить то эффективность вырастает фразы сразу резко то есть видите вся психология или как вот психотерапия вся когда в группе занимаешься блоки тоже можно убрать или надо найти в группе быстрее снимаются и лучше если честно вообще но для меня разницы особо так нет и получается что все ведут до катарсиса да как сейчас говорят вот вот это когда вот прорывает на слезы когда вот выхлоп идет и вот когда совмещаешь энергетику совмещаешь тело совмещающих психологию тогда катарсис приходит можно честно говоря процентов 70 80 людей к нему подвести где-то в течение 20-30 минут практически любого ну 70 процентов то есть из десяти человек семерых можно к этому подвести практически сразу вот и это тот те результаты которые вот прям явные которые вот можно прям знакома ли вам ритмологии ритма это этому меры ваше мнение честно говоря вот это даже терминологии это первый раз слышу я так понимаю какие-то постукивания или там что-то вроде холотропного дыхания когда в ритме дышу честно не знаю я понимаю что вибрации звуковые очень сильно влияет на наш такой негативный агрессии и не надо управлять это нам сливать просто сейчас объясню и поэтому ничего не могу сказать но звуки влияют на нас и определенные вибрации звуковые и волновые они все влияют то есть даже вот эта энергия то что и то чем я занимаюсь да то есть у них есть частоты свои вибрации расскажите пожалуйста свою рабочую что вы практикуете конкретно вот конкретно я практикую откровенно говоря я еще не не дал этому название потому что эта методика она честно говоря авторская и пока у меня нет такого четкого сознания и какого-то как-то если дать этому название я честно не знаю какое потому что те вещи которые я делаю которые я совместил и есть практику болезни души и которые я на совмещал у меня у мозга знаете есть такое свойство она мне мой запоминает только то что реально вот на практике можно вот потрогать или как-то вот это работает на и если есть куда-то нажать и там есть какой-то есть реакция это запоминаю если реакции нет я в как бы это не могу запомнить и все вещи которые практике я изучал и но проходил на практике и учитель который очень я брал только то что вот прям ну это мужскому скрытие у нас только то что на меня производила впечатление если впечатление не производила я это в общем в практике не не практикую ну во всяком случае не часто но есть вещи которые в общем насобирал и поэтому как-то это определенно назвать не могу но есть вещи которые я в принципе знаю название то есть я эти названия потом уже выяснял потому что учителя который благодарен за откровенность спасибо те вещи которые меня вот обучали от учителей которые перешли на я потом уже в течение года узнавал что как называется то есть я сначала научился делать а потом узнал что это называется расстановки по хеллингеру коса потом я научился еще что-то и оказывает называется еще там по-то и в общем она вот так на склеивалась на склеивалась и и потом я в течение года выяснил где что и потом начал свои изыскания уже отдельно и нашел вот этого горю мичникова структурно психосоматика этого последователя то ли эриксоновской школы то ли чем но он ссылается на райха на зажимы вот телесные это психолог массажист в питере и когда я увидел то что он делает мне честно говоря это не ну прям шокировало потому что он делал крутые вещи через массаж через тело и мне было очень странно как он вообще к этому пришел потому что он ни слова не говорит про энергию он говорил только про тело но при этом энергетические вещи у нас с него ну с женщины там вытащил то есть у него такой экзорцизм через массаж получился и меня это очень сильно удивило я стал смотреть его работы ну вот его видео в ю тубе после этого стал взял не начал делать закончил в общем курс массажа начал изучать тело потихоньку как выяснилось что прикасаться к человеку тактильно вот своими руками это нужно еще проработать свои блоки потому что не не каждому человеку охота прикасаться вот и потом очень важна тактильность вот в руках потому что даже позвоночник вот учу людей ставить и этот и должна быть должна на работе со определенные тактильные ощущения потому что то что я трогаю мне кажется это ну как бы я сразу определяю а человека обучая не могу объяснить и то есть это он уже должен сам нарабатывать вот и после этого стал тренироваться в общем в массаже потом стал вот это применять этого мишникова где-то местами на друзьях где-то на жене где-то на тёще в общем этом мы все прожимали продавливали потом на друзьях я сам тренировался друзья потом просил их на себе на мне что показали вот и так потихоньку потихоньку пришло в вашей семье очень повезло благодарю на самом деле никто наверно не подозревает насколько у моей супруги сложно почему ребенка восемь лет в день сказать я тебе люблю потому что ребенок очень мудрый поэтому он признается в любви ты ему тоже признавайся в любви и обнимая его тиска и вот все то что дети сейчас мудрее и родителей это наверно уже никому не надо объяснять все уже заметили поэтому вот и там про гнев вопрос был смотрите гнев гневом ты не сможешь управлять важно убрать источник происхождения вот этой агрессии что такое гнев гнев это во-первых агрессия это протисшая любовь не отданная любовь это ту любовь которую ты хотел отдать и не отдал и в общем из-за этого ты она любовь закисает переходит в агрессию гнев в это еще тогда когда твои обиды перерастает в агрессию агрессия она застревает вот здесь это вот челюстные зажимы это что вот по райху и вот то что делает массажиста для того чтобы их убрать важно здесь вот четыре точки продавить прокричаться проплакаться и в принципе агрессия уходит но для того чтобы это не копить важно прописать письма прощения и тогда это все уйдет и ты не будешь возвращаться к этому слову во всяком случае не так серьезно вот и все это то что касается агрессии спасибо что задаете вопрос очень приятно честно говоря ваше внимание то что вы выходите все вот удивляюсь прям как вы относитесь это причине курицы на кладбище честно говоря я вообще к этой ритуале ки не очень хорошо отношусь потому что это во первых привязывает твой мозг но если тебе нужно его себе свернуть в общем можно делать это и заниматься жертвоприношениями курицы там это это знаете это ритуалы шаманские больше поэтому не знаю по мне так это странно вот прощатки писать здорово поздравляю держите 40 дней да это корейский обряд честно говоря ну возможно я не знаю была у вас на индивидуалке на тренинге полгода назад но изменений в личном плане нет причем взрослые люди не могут оставаться со старыми вещами но это привязки старому это их же писала письма читал аффирмации а их результат каких результатов ждете и что вы для этого делали и чего прям ничего не поменялось что хорошего произошло откровенно говоря знаете вот и так вот эти письма прощения как правильно ими пользоваться или писать их письма прощения важно писать течение 40 дней всем подряд там даже есть список вы можете зайти на мой этот инстаграм и там вот где письма горят картинка там есть описание как эти письма писать пишешь в течение дня там ну вот каждый день по 50 по 40 человек прощаешь в общем течение 40 дней вот и все там есть структура все написано ребенок 11 лет ничего он не хочет ничем не интересуется как его заинтересовать чем нибудь не в одном письме а в каждом знаете вот по поводу детей и взаимоотношений честно говоря вам знаете вот есть в астане надежда на у нее есть перископе честно говоря не знаю как даже этот ко мне зайдите где читаемые и я вот на в общем на нее подписан сегодня впервые с вами познакомилась онлайн впечатление есть над чем задуматься впечатлили есть над чем задуматься благодарю вот и наверно на взаимоотношения детей и родителей она больше объяснит потому что честно говоря я так у меня такого опыта нет большого прям сняла порчу сколько дней или месяцев для восстановления вы у кого снимали у меня ли или где-то этот давайте так право вот чтобы понимали все ну есть порча если вы часто вот такими фразами пойдете это не знаю в общем есть влияние за ней энергетическое влияние на биополе человека и в общем влияют определенные мысли и намерения и поэтому очень важно их прорабатывать и на это на людей может это влиять причем очень сильно также вот как письма прощения почему говорю да что письма прощения важно прописывать аффирмации важно проговаривать потому что это своего рода это это твое намерение это твой та программа которую ты накладываешь на свое биополе но он негативную программу может какой-то другой человек на твои же биополе наложить и тогда в общем это в раньше это называли вот порчей там магией там или чем-то в общем такими вещами и эти вещи важно снимать потому что человеку которого это не ну человек который с таким ходит в общем у него его вот неудачи просто преследуют и ему просто не везет и там где другой проходит легко ему это удается все сложно и в общем это важно снимать с этим жить очень очень тяжело как-то даже дышится по-другому поэтому это вот эти вещи важно прорабатывать посмотрите у кого прорабатывать если вы ничего не почувствовали то это но вряд ли проработали это или не было или не проработали потому что порча на ну вот такие вещи они влияние когда извне особенно не выходит очень серьезно это не это ни с чем не перепутать человека колбасит просто его сворачивает руки ноги сворачивает там тело реагирует очень странно очень здорово что уходим в онлайн связь благодарю очень здорово что слушаете маруся рассказывал как здорово на не делаем занятие у вас наговорила что больно есть болевые ощущения кому интересно вы можете зайти на мой youtube канал эмоциональная свобода с игорем ким я теперь хочу тоже приходите и там есть ролик 37 минут который идет в горах но там внизу внизу где-то вот его просмотрите и там вы поймете прошу там есть болевые ощущения вот здесь вот но очень это прям болезненно и мне сейчас сам чувствую что мне саму надо продавить потому что живу в неком напряжении уже такому где-то в течение года зарубился на цели и в общем ее достиг и сейчас вот такое расслабление какое-то и поэтому ну немножко не то чтобы не в тонусе сейчас вот вот это напряжение ушло и в общем знаете что заметил что а можно как-то самим нажимать на это на точке знаете не нет невозможно самим самому это сделать нереально я этому учился у мой путь уже идет шестой год получается просто показать и надавить его так не сможете потому что здесь вы конечно надавить можете но не будет такого результата то что многие люди думают что это просто я там вот энергии там что-то говорю и хотят повторить и делаю то же самое но без энергии это нереально а энергетике важно учиться а с энергетика важно работать вот поэтому надо на индивидуально приходите на индивидуально приходите на тренинг разными разницы нету честно говоря тренинг прикольный на тренинге очень много информации на тренинге очень много прорабатывается знаете на уровне энергии ты вот допустим пришло в группе такой есть в группе это все и прорабатывается и концу первого дня вы уже со всеми подружить и ты еще имена не запомнил но ты уже всех любишь вот в этом кайф тренинга и и вот чем будет больше народу допустим 15 человек пришло у тебя будет ощущение к концу дня как будто ты с ним с каждым прожил 15 жизней ты про каждого вот каждого боль каждого вот ты знаете как это соприкосновение душ будет и но на уровне энергии это очень такой большой информационный поток и ты просто про человека будешь сразу знать практически все его ну в общем страдания кито боли ты войдешь в его положение где-то ты ему поможет где-то он тебе поможет и поэтому группа она намного круче опытом больше вы видите на уровне на какой лавры и так далее вы прям как это продвинутая я с этой темы все хочу вернуть вы меня опять туда принадлежите к эгрегору давайте так смотрите то что касается всяких там вижу не вижу у меня видений нет у меня есть и сознание и и честно говоря я работаю знаете как я вот человек оставлю мы начинаем работать все что с ним то что в своих чужих я всех все выгоняю остается чистая душа и потом ее просто наполняем и все что там было как было кто прицепил откуда пришло честно мне не интересно даже вот этим вот бывает интересно когда серьезное что-то там вот но потеряется там или их которого там не хочет выходить сразу и тогда вот включается какой-то такой бойцовский азарт что ли и вот и ты вот это тянешь вытаскиваешься а так в принципе вот всякие там в какие-то мелочи там типа лавр там всяких лябры эти всякие которые неосознанные в принципе честно ну так она сама отваливается очень быстро сильно не заморачиваясь даже а вот эти вот когда они разговаривают там когда с именами там ну вот это прикольно интересно просто когда за включается вот знаете ощущение войны что ли вот это мужская какая-то штука и вот прям когда борьба вот тут она интересно процент бывает иногда страшно ну в общем мне нравится не знаю то что вы мне раньше казалось что этим хотят заниматься все это всем интересно и я всех туда вот прям вовлекал они тоже борются они еще как борется и никто же не хочет умирать на уходе я думаю пока я смогу оставлять своего ребенка вы как раз доберетесь до краснодара здорово борьба на самом деле идет постоянно ну пусть идет как бы у каждого своя борьба и пусть они борются воюют я из меня своя миссия и поэтому я свое дело делаю и все мне не интересно там воюют не воюют не я вот знаете вот в этой особо не вникаю там белое-черное там кто кого мы их я честно вот в это начнете лезть и запутаетесь сами и непонятно будет чего бояться и всякие потом будут приходить умники и говорить что за это еще надо отвечать перед кем-то или еще что-то в общем я тупо за чистоту души за сияние души и поэтому я считаю что за это благодарят за это дают бонусы за это в общем дают здоровье за это дают даже на материальном плане и деньги и квартиры и машины поэтому вы можете помочь бросить курить курить можно бросить если человек хочет могу помочь но если вы хотите если не хотите вы не бросите можете алина кара почитать если не помогает приходите после тренинга очень многие бросают курить но не всегда вот знаете есть такие результаты постренинговые но они не устойчивы если вот устойчиво если бы не были устойчивые результаты я бы знал бы если сделать вот так то у всех там восстанавливается зрение такого нет если сделать вот это там то вот это будет если вот так то бросить курить если так то бросить пить то можно было просто что-то упереться и только этим заниматься и можно было будет стать прям миллионером я так думаю на это если будут устойчивые результаты но таких устойчивых результатов нету потому что психосоматика она непонятно куда складывается из чего складывается как она складывается у каждого человека нейронной связи куча то есть там миллиарды миллиарды соединений и поэтому у кого как это склеится это одному богу известно и с этим надо с каждым индивидуально работать если ты случайно там где-то подобрал ключики у человека в там прозрел вдруг там зрение с минус трех с половиной восстановил до ста процентов как иногда бывает то если бы это было так с каждым это было бы круто конечно но так такого нет то есть там за всю практика вот за пять лет сколько было там зрение не знаете незначительно улучшалась несложно работе женщины восстановного что не ходит женской половина вот и вот такие вот прям на сто процентов зрения возвращалась только у одного человека с кем-то бывало что зрение улучшалось улучшается практически у всех но незначительно то есть контрастность там еще как-то этот меняется но улучшается но вот чтобы с трёх с половиной до ста процентов это был всего один человек и то я честно говоря не понял что произошло потому что визуально ничего не происходило я вообще не понял как у него это все он сам за мной потом неделю еще ходил спрашивал как я это сделал ну честно я не знаю я я ему так и сказал я не знаю в общем от меня в общем не приставайте можно ставить защиту от тех кто рядом вот смотрите вот эти вот все защиты на важно негативное явление важно это же видишь они тебя вампирит они на тебя нападают не потому что они сволочи а потому что ты дозволяешь просто не дозволяй а не дозволять ты можешь только тем когда ты научишься прощать и поэтому важно очень прощение и принятие людей такими какие они есть даже если не на тебя нападают они тебе вампирит они имеют право на тебя киды но ты имеешь право это не принимать и не позволять и не дозволять вот и все и поэтому никакого смысла нету защиту ставить есть конечно определенные защиты но так смысла че толку одевать белый в костюме прыгать сажу потом обратно допустим ну примерно так же вот женщины мне несложно женщин мне с мужчинами честно говоря немного мне нет опыта работы с мужчинами такого большого к с женщинами и поэтому женщины мне работать проще намного тем более на противоположность очень быстро и сильно это ну результат сразу но и эффективней с мужчинами для того чтобы с мужчинами работать нужно мужчина кажется me для не воспринимает мужчины медленно воспринимают потому что мужчина 1 эмоциональный центр у женщины 6 эмоциональные центров поэтому раскачать эмоционально женщину очень легко а мужчину надо постараться конечно и мужчины мужчины в общем они терпят много женское начало с вами можно проработать можно Есть зажимы телесные, есть паховые зажимы, где все женское зажимается. И, честно говоря, даже устойчивый результат с тем, что вот те женщины, которые не могут выносить беременность или там не могут забеременеть. Но если нет медицинских патологий, то есть если у тебя все хорошо на уровне анатомии, то есть матка есть, придатки есть, трубы есть, то в принципе убираешь зажимы паховой и женщина беременет чуть ли не в этот же день. Но это тоже такая процедура, она не из приятных. Но в любом случае ее важно проделать для того, чтобы потом, в общем, просто беременеть. Вот в этом есть результат такой прям устойчивый. То есть это там не за 5 лет ни одна, там, ну ни один там, у него одного зрения вернулось, а забеременели уже очень много женщин, которые приходили с этим запросом. И прорабатывали, и, в общем, беременеют. Поэтому женское начало, оно как ни есть лучшее, оно, в общем, прорабатывается так. Через тело это для ленивых. Для зануд, в общем, через мозг можно. У каждого свой путь, у каждого своя дорога. Стоит ли верить в натальную карту? Натальная карта, в общем, смотрите. У меня есть, я астрологию изучал в девятом классе. У нас какая-то преподавательница попалась по литературе. Мы ее никто не любили, но почему-то она делала вот, она нас обучала нумерологии и обучала астрологии. И мы вот эти натальные карты делали, дома рисовали, вот эти все. Жизнь свою прочерчивали. Честно, я не знаю, по-моему, было обычное, традиционное. Это девяносто... Вот смотрите, это был девяносто четвертый год. Я не знаю, что это было. Джойтиш, не джойтиш. Я, честно, наверное, не джойтиш, потому что я это первый раз слышу слово. Вот. И очень многое совпадает. Очень многое совпадает. А, это... Ну, не видишь, что это традиционно, как китайское, наверное, было. Очень многое совпадает, и поэтому я думаю, что верить ей стоит. Единственное, что... Вот, знаете, я не люблю вот эти всякие гадания, предначертания, там еще какие-то вещи, потому что они ограничат твой выбор. И жизнь... Важно строить самому то, как ты себя ведешь. И на ощущениях своей души. И если ты будешь слушать свою душу, то ты, в принципе, никогда не ошибешься. Поэтому ты все будешь делать правильно. Потому что у меня есть сестра. Ее зовут Таня Ли. Она вот нумеролог, астролог, там что-то какие-то карты, черти, там какие-то, в общем, непонятные вещи для меня. Я туда особо не вникал. Но когда она мне рассчитала вот эту карту, и мы ее посмотрели, она стала рассказывать, я живу сейчас, в принципе, так, как я должен жить. И то, что я должен был развивать, я это и развиваю. Она просчитала мои там взлеты и падения, в общем, этот, и мы все посмотрели. И, в принципе, оно все совпадает. Поэтому нет оснований, ну, не верить этому. А можно ли интуицию развить еще сильнее? Интуицию можно развить. И это, опять же, смотрите, я честно, вот вы будете задавать вопросы, да, и вы будете слышать примерно одни и те же ответы. Важно проработать и вытащить все блоки из тела, и тогда у тебя интуиция будет работать лучше. Но если ты будешь своим мозгом ее передавливать и, как бы, задавливать свою душу, то впринь ты интуицию свою заглушишь опять. Поэтому это очень важно развиваться самому и отслеживать свои какие-то поведенческие реакции. Мне кажется, интуиция умеет не чувствовать энергию. Там, знаете, энергию, там все. Ну, что энергию чувствовать? Энергию все чувствуют. И, то есть, у меня на второй день после тренинга, ну, все чувствуют даже во время тренинга. Вот в Астане сейчас мастер-класс проходил. Во время тренинга уже пошли там люди, чувствовали на себе то, что чувствовал оппонент, допустим, да, там, боль какую-то, там, слезы, там, физические какие-то заболевания. Ну, прям, боли чувствовали. Поэтому энергии чувствуют все, но, единственное, это развивают не все. И энергии, знаете, вот ощущение энергии. И когда вы попадаете в сильное поле, тогда у вас все ощущения, вот эти, они обостряются. Когда вы с этого поля выходите, они исчезают. Поэтому очень важно самому кинерить еще свой поток энергетический. И чем больше ты сталкиваешься с людьми, чем больше ты с людьми работаешь, тем больше твое вот это вот биополе становится. Потому что у тебя больше опыта. На уровне энергии у тебя больше опыта. Генерить важно наполняться. И важно вот это, как вы пришли к этому, к своей работе. Генерить важно, чтобы тебя долюбили. Вот эта целостность, она вся идет изнутри, из любви. И когда ты поймешь, что ты, в общем, твоя душа раскроется и поймешь, что она любима, тогда ты будешь любить всех вокруг, и твоя любовь будет встречаться вовне. И чем больше ты этого будешь практиковать, тем больше будет твое поле. Когда я начинал только работать, знаете, мой учитель мне говорил, чтобы не прикасайся к людям, пока ты в них не влюбишься. И, честно говоря, я включал музыку, можно ли это внушить, что тебя любят. Внушить нельзя, почувствовать можно. Аффирмации читай, и какой-то будет эффект. И я ставил человека, ставил музыку, я не прикасался к нему, я сидел 20 минут на него, прям медитировал. Я тебя люблю, я тебя люблю. То есть я внутри себя проговаривал. И когда соединялся с этим человеком, с душой, я к нему тогда только прикасался. И все. И вот это такой навык. Сейчас человек, который попадает в тренинговый зал, я его сразу люблю. Человек, который приходит на встречи какие-то, на большие. Ну вот как в этот раз было, там 28 человек, по-моему, было на встрече. Я их тоже сразу люблю. Всех. И принимаю такими, какими они есть. И принятие человека таким, какой он есть, это уже терапия. То есть сразу. Поэтому это очень важно внутри принимать, принять. И когда ты от человека ничего не ждешь и не ожидаешь, он безоружен перед тобой. И у него вот эта вся мишура, вот этот весь свой имидж, он, в общем, слетает просто и все. Вот. И поэтому это такая тренировка. Люди могут раздражать вас. Люди меня могут еще как раздражать. И мало того, я могу еще и ответить очень грубо. И могу... То есть есть вещи, где начинаешься ты. То есть это не значит, что там, если ты там как-то практикуешь какие-то вещи, что тебе можно срать на голову, да? Но есть моменты, когда есть отстаивание своей территории. Свою территорию я отстаиваю. Но я, в принципе, принимаю, понимаю людей, что они могут... Как можно найти себя, свое хобби, любимую работу, свое, что тебе по душе? Смотрите, когда я слышу такой вопрос, как можно найти себя, я не знаю, чем заниматься. Этот человек ничего не делал. Вам важно просто начать что-то делать. Вам надо искать. То есть там... Я в свое время просто ходил на курсы фотографий, на массаж, на ораторские. Я начинал поиск с того, что я находил лучших в какой-то сфере. И смотрел, как они живут. Если меня устраивало, я ушел этому учился. И, в общем, тот опыт, который я набрал там, и сейчас он пригождается прямо. Оно все сошлось, понимаете? То есть даже опыт вот этого фотокурсов, он не помогает делать фотографии какие-то для Инстаграма, подбирать картинки. Массажный опыт помог мне прикасаться к людям. Я сейчас спины ставлю, да? То есть через меня очень много людей через мои руки проходит. Ораторское, ну, как бы оно помогло. Я сейчас очень, ну, относительно часто выступаю публично. И не совсем уверенно. И, в общем, вот так. И сейчас, вот, допустим, этот перископ, это тоже опыт такой. Убирает боязнь камеры, что ли. Не знаю, раньше очень сильно смущался, сейчас уже привыкать начинаю. И, в общем, любой опыт, который вы будете приобретать, он вам пригодится. И то, куда вы вложите свою душу, это будет вашим хобби. Полюбить себя можно только через... Как полюбить себя? В общем, наполняйтесь просто и все. Вы на тренинг приходите, потому что на тренинге есть такая практика, когда тебя любят все. То есть там твои 10 минут, когда тебя любят. Вся эта любовь, она длится где-то часа два, в зависимости от количества людей. Если людей много, то это по времени продлевается. Но каждого персонально, в общем, любят 10 минут. И за эти 10 минут тебя залибливают так, что у тебя вот это все выливается из тебя. И вот это состояние важно сохранить. Это состояние важно запомнить. И ты это состояние сможешь потом всегда вспоминать. Это отдает такую помощь внутреннюю. Эффект от тренинга. Он не у всех сразу. А что, если охота убежать от любви? Это значит недостойно. Это значит непринятие. Вот-вот, не заслуживаешь. Это непринятие. Это значит, тебя вообще не любили в детстве. Скорее всего, прям недополучило. Может, охота будет в негативе. Ну, это понятно. Знаете, вот... Находиться в состоянии депрессии намного сложнее, чем быть счастливым человеком. Потому что об этой депрессии надо постоянно думать, надо постоянно себя жалеть. И то есть есть момент, когда... В общем, это не так легко. Счастливым человеком быть намного проще. Потому что не надо ничего делать, надо просто радоваться, и все. А негативить это сложно. И негативим мы в основном из-за своего мозга. Что вот так. Поэтому будьте счастливы. Просто вот то, чего не хватает, создавай. Не хватает любви, создавай любовь. Не хватает тебе любви, иди людям в любви признавайся. И ты будешь сама наполняться. Не хватает радости, создавай радость. И тоже этой радостью сама наполнишься. Вот и все. Весь момент всего просто в действии. Важно просто делать. И я не знаю когда, но хочу сделать фокус-группу, какой-нибудь тренинг. Благодарю, пожалуйста. Которую хочу... Знаете, я искал компанию, которую бы можно было через тренинг вывести на другие финансовые показатели. И так как пока ни одна компания, юридическое лицо пока не согласилось на такой тренинг, я думаю, что немножко позже я хочу сделать команду. Или свою собственную, которая будет заниматься моими делами. Или команду, которая будет заниматься своими. То есть взять людей и именно заточить их на финансовые результаты, которые будут выходить. То есть что-то про деньги. Потому что я этот вопрос отрабатывал очень долго. И в течение пяти лет. И есть определенные наработки. Хотел бы поделиться. Пока не знаю когда, как время будет. В общем, еще озвучу. Думаю, что это случится. Потому что еще есть много дел, которые еще важно сделать. И я был как бы со-тренером на программе у Мадины Беляловой. Насчет компании. Могу ли я вам скину контакты? Насчет компании скиньте. И мы посмотрим. Меня возите, пожалуйста, в группу Игорь Первый. Я Лизат. Лизат, хорошо. В Алмате будет проходить. В Алмате будет. Вы знаете, откровенно сейчас скажу. Это сейчас я вот... Ну, раньше это у меня в голове просто витало. Озвучил я это только сейчас. Когда и как это будет проходить, я пока не знаю. Я тоже хочу в группу. Но я еще озвучу. То есть, я не знаю, в каком формате это будет. Я здорово. Как это будет проходить. Потому что то, что... Вот как я выходил вот в это все, да. Есть определенные как бы успехи. Я не знаю, как заработать миллион долларов. Честно, не знаю. Но я реально понимаю, как заработать немного... Ну, немного там... Ну, меньше. Раз в десять, да. И поэтому... Я также понимаю, что, скорее всего, сразу миллион никому не нужен. Но, может быть, кто-то хочет свой уровень дохода поднять там в два-три раза, да. То есть, можно этим заняться. Можно посмотреть. Единственное... Важно сделать так, чтобы человек просто выполнял. Потому что я сейчас все равно тренируюсь на людях. Ну, как бы не то, что на людях тренируюсь. Есть люди, которым я вот говорю. Делай вот это. Он идет, делает. Но это было, знаете, никак... Даже не коучинг и нет. Не тренерство. Это было просто какие-то дружеские советы. И те люди, которые... Потом они делали, потом приходили. Потом я опять говорил, что делать. Они опять шли, делали. То есть, моя задача была минимальная. Я просто давал рекомендации, что важно сделать. И у этих людей финансовые результаты пошли. Один это одноклассник. Как бы у него там своя сейчас компания. Он там строительная. Потом в Астане здесь есть пару людей, у которых вот прям в финансы стреляют. И это прикольно. И мне понравилось. То есть, там сдвигается не только взаимоотношение. Не только отношение к миру, но еще отношение с деньгами. И в общем, это прикольно. Очень интересно. Но в любом случае, важно делать. Поэтому озвучу... Спасибо. Успехов вам. И вам тоже. Я еще озвучу это в Перископе. Озвучу это в Фейсбуке и в Инстаграме чуть позже. Потому что у меня реально есть новости, которыми могу поделиться. Есть опыт, которым можно передать. Если у нас какие-то смежные или несмежные профессии. Ну, в любом случае, ну, как-то подскажу. Поэтому вот так. Так что слушайте. Ну, в общем, выходите в Перископ сами. Когда буду выходить, смотрите. Делитесь трансляцией. Ставьте сердечки. В YouTube я это еще тоже сейчас все загружу. Благодарю за ваши ответы. Благодарю. Так что все, наверное, на сегодня. Еще увидимся или завтра, или послезавтра. Посмотрю темы какие вот интересные. И, в общем, еще поговорим. Готовьте вопросы. Поболтаем. Пока-пока. Благодарю, благодарю. Ах, нет. Я вас тоже. Что-то не выключается. Но пока ставьте сердечки. Так. Он почему-то всегда этот подвисает в Перископ. В общем, как-то туда разделим. Чук. Угу. Ах, нет. Продолжение следует...